физкульт привет друзья и ученики сегодня для вас подарок очередное интервью встреч пиано он был на выставке orlando expo очень огромный бус был у него огромное количество поклонников должен сказать что рич в жизни в принципе очень простой человек он общается с каждыми своих фанатов можно сказать что он их любит конечно кто-то может заподозрить его в предвзятости но тем не менее несмотря на то что он является очень распиаренной личностью и никто наверное не поспорит со мной что сейчас рич самая крупная и известная личность блогер в ю тюбе и наверняка самый узнаваемый из больших парней в нашем железном спорте приходя в зал рич общается с каждым из тех кто подойдет к нему кто захочет поздороваться пообщаться жмет руку каждому каждому уделяет внимание несмотря на то что вы представляете насколько загружен его день все по расписанию видео съемки и тренировки личная жизнь тем не менее он находит в себе силы вести себя достойно и уважительно вы никогда не увидите не услышите чтобы он отмахнулся от вас не выслушал вас или не ответил вам этим рич вызывает уважение у большинства своих сторонников и уверен что даже тех кто ему не симпатизирует можно по-разному относиться к его личности но тем не менее нельзя отрицать его вклад в бодибилдинг в промоушен в рекламу этого занятия даже для тех кто занимается этим профессионально я уверен что рич является большими серьезным мотиватором ха брат ты что забыл я уже третий раз у тебя в зале я прошу рича сделать фотографию для мускулар development сегодня у нас лучший журнал пишущий о железном движении со своими спортсменами после соревнований а также команда рича пиано тренируется у нас зале и его жена мы делаем фотку после чего рич прикалывается мускулар не видит что ли что у меня сегодня интервью молодцы ребята мое тело любит быть большим мне очень легко становиться больше все что мне нужно делать это есть больше и мое тело начинает расти мое тело хочет быть больше но я не хочу быть больше для меня это некомфортно тяжело весить 315 паундов с таким весом тяжело дышать тяжело подниматься по лестнице просто тяжело нормально жить и это конечно не хорошо с точки зрения здоровья мне уже 45 и это не самый лучший сценарий весит 315 паундов 45 лет мне нравится весить 250 260 паундов это хороший вес для меня и мне кажется наилучший но моим фанатам нравится когда я большой и для моего бизнеса лучше когда я бы как изменилась моя жизнь не сильно изменилась после свадьбы у меня всегда были подружки но я не из тех парней которые завязывают отношения знаешь а были лишь бы поэтому я всегда имел отношения но я нашел правильную думаю идеальную женщину так что пока все хорошо это хорошо а а которая тоже выступает ты знаешь очень сложно потому что это очень эгоистичный вид спорта обычно присутствует только я я я я поэтому когда два человека в индустрии присутствует зависть думаю это немного сложно если ты один человек действительно который в спорте выступает а второй поддерживает я думаю это наилучший сценарий когда же один человек занимается партнер всячески поддерживает его я думаю вероятно наилучший сценарий чем когда двое людей пытаются достичь высот в этой индустрии это очень сложно здесь очень много зависти ты знаешь это очень эгоцентричный спорт вы все знаете что это все посмотрите на меня в зеркале мне нужно участвовать соревнованиях и шоу мне нужно приготовить пищу я должен поесть поэтому очень важно как второй человек ваш партнер ваша девушка или ваш парень постоянно вас поддерживают и понимают этот спорт это очень сложно иметь отношения и работать фитнес индустрии это точно спасибо тебе что ты делаешь для своих фанатов потому что я сегодня веду знаешь это наша цель цель иметь лучшую музыку иметь самую популярную палатку да да это наша цель мы хотим чтобы люди чувствовали себя частью того что мы делаем мы не хотим чтобы люди просто приходили фотографировались и просто уходили мы хотим большего быть больше чем это больше чем просто фотографироваться и уйти это больше ты должен знать атлета задавать мне вопросы учиться мы как большая семья мы должны поддерживать друг друга мы должны быть по-настоящему на стороне друг друга друг у друга в команде самое грустное что в этом спорте много опасностей ненависти и зависти некоторые люди лучше чем другие люди ненавидят это такое часто встречается я был бы счастлив если каждый поддерживал бы каждого каждый бы понял всегда есть кто-то лучше не важно как хорошо ты выглядишь все равно всегда есть кто-то лучше вот так как этот парень например генетика его просто невероятная у меня нет феноменальной генетики я знаю можешь ли ты увидеть но ты всегда можешь сказать когда у кого феноменальная генетика где как святое дерьмо это невероятно как мышцы срастаются вместе определенное количество волокон наполнение маленькая талия широкие плечи это превосходный пример не имена верной генетики всегда будет кто-то лучше тебя посмотри на этого парня с его телом он может легко быть в топе выступающих на соревнованиях я никогда этого никогда не случится из-за генетики это как быть низкорослым и быть профессиональным баскетболистом этого не случится это правда когда ты за 2 10 у тебя есть очень хороший шанс то же самое и с бодибилдингом ты должен иметь правильную генетику чтобы попасть в топ спортсменов это очень большая составляющая это только для веселья ты знаешь иногда я люблю веселиться я надеюсь люди понимают что это просто шутки я делаю это ради веселья знаешь я не любитель выпить пиво я не употребляю алкоголь я думал это будет весело да повеселиться делая это я постоянно шучу иногда когда мы записываем видео вместе мы шутим но некоторые люди не понимают что это шутки те кто без чувства юмора не понимают это я пытаюсь быть веселым парнем веселиться как попало не быть слишком серьезным спасибо за твой зал нам действительно здесь нравится да мы думаем о переезде в ближайшие от 6 месяцев до года но мы ищем клервоте или тампа потому что там мой бизнес и конечно погода намного лучше чем в калифорнии но это сколько час езды отсюда это недалеко какая бы ни была важная видео фото съемка речь всегда найдет время сфотографироваться с вами ответить вам на ваши вопросы поэтому даже только за это можно и нужно уважать его как человека как спортсмена относиться к нему решать только вам но тем не менее он сфоткался со всеми моими друзьями кто присутствовал сегодня в зале и не только речь повторюсь является мотиватором для многих спортсменов для людей с ограниченными возможностями про здоровых людей я уже не говорю вы можете много говорить о том что он не натурален но что сейчас натурально что не натурально это уже за гранью никто из нас с вами уже этого не знает muscular development лучший журнал в мире пишущий о железном движении вы видите сейчас на заднем плане фотографа этого легендарного журнала который постоянно когда приезжает в орландо приходит именно в наш зал проводить фотосессии не в голджим либо какие-то любые другие залы а именно в наш за что я ему искренне благодарен мы с ним сдружились уже знаем друг друга три года хороший парень сам не тренируется но постоянно находится в этой среде много знает может быть как-нибудь сделаю интервью с ним когда он приедет снимать очередной профессиональный турнир повторюсь хороший парень делает хорошие качественные снимки и сейчас он поймал рич пиана и уговорил его тоже сделать пару хороших снимков с ним и со всей его командой надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео по крайней мере оно было возможно больше развлекательным чем наш канал не отличается но иногда я стараюсь радовать вас подобными видеороликами всем пока и удачи